Дипломатия заложников как угроза международной безопасности. Под таким названием прошел форум, на котором госдеп США заявил о возможном обмене Пола Уиллана. Продолжение следует. Нижняя палата Конгресса США получила из Сената законопроект о помощи союзникам и партнерам. Серьезная угроза национальной безопасности. Сенатор Майк Тернер созывает экстренное заседание и просит Белый дом немедленно вмешаться. Новые снежные заносы в США в четверг и в пятницу. Буря, которая принесла до 40 сантиметров снега в северо-восточные штаты, еще не закончилась, утверждают метеорологи. Непорочное зачатие в океанариуме Северной Каролины. Самка ската забеременела без участия самца. В Голливуд через Барби Лэнд. Телеканал ABC, который будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», представил промо-ролик к шоу. Начинаем выпуск с экстренной новости. На параде победителей «Супербола» команды «Чифс» в их родном Канзас-Сити произошла стрельба. По данным местной полиции, все случилось к западу от Union Station. Как сообщается, пострадали несколько человек. Двое вооруженных людей, которые предположительно стоят за инцидентом, уже задержаны. Других подробностей пока не поступало. Мы следим за развитием событий. Госсекретарь США Энтони Блинкин сообщил во вторник, что днем ранее он разговаривал по телефону с Полом Уилланом, бывшим морским пехотинцем, который содержится в заключении в России. Незаконно, по мнению американских властей. Глава дипломатии подчеркнул, что произвольные и неправомерные задержания становятся все более распространенной международной практикой. Тему продолжит Сергей Нерубенко. О разговоре, не вдаваясь в подробности, госсекретарь Блинкин сообщил на форуме «Дипломатия заложников как угроза международной безопасности», который состоялся накануне в центре Уудра Уилсона в Вашингтоне. Вчера так получилось, что я разговаривал по телефону с Полом Уилланом. Наши интенсивные усилия по возвращению Пола домой продолжаются каждый день. И они будут продолжаться до тех пор, пока он, Эван Гершкович и все остальные несправедливо задержанные американцы не вернутся к своим близким. Правительство США, сам Уиллан и его семья утверждают, что бывший морпех был несправедливо арестован в Москве в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. В июне 2020 его осудили на 16 лет. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии. В пятую годовщину своего задержания Уиллан призвал президента Байдена использовать все имеющиеся ресурсы для его освобождения. В конце прошлого года Вашингтон предложил Москве вариант обмена, однако он остался без ответа. Пол Уиллан, как и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, далеко не единственные американские граждане, насильно удерживаемые за пределами США. Благодаря очень сложным решениям, которые президент Байден принимал в течение последних трех лет с 2021 года, мы смогли вызволить 45 человек, в том числе только в декабре, когда мы вернули домой шесть американских граждан, последних американцев, несправедливо удерживаемых в Венесуэле. Газдеп подчеркивает, что на фоне все более расколотой геополитической обстановки, произвольные задержания входят в число растущих гибридных угроз международной безопасности, в их числе также кибератаки, иностранное вмешательство, экономическое принуждение и дезинформация. Не забывайте, что страны, которые занимаются подобной практикой, также все больше изолируют себя. Кто в здравом уме захочет путешествовать в страну, занимающиеся бизнесом в этой стране, работать в стране, жить в стране, где практикуются произвольные задержания, так что это верный путь к статусу изгоя. США уже давно призывают своих граждан не ездить в Россию или покинуть ее при первой возможности, если они уже там находятся. Госдепартамент предупреждает американцев, что они могут столкнуться с неправомерными задержаниями и произвольным применением законов, подчеркивая, что набирающие обороты практика, также известная как дипломатия заложников, подрывает не только основные принципы международных отношений, но и взаимное доверие, усложняя мирное урегулирование споров между государствами. В работе форума в Вашингтоне приняла участие коллега Блинкина, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Каждый случай дипломатии в отношении заложников подрывает правила, лежащие в основе международной системы, правила, которые обеспечивают нашу безопасность со времен Второй мировой войны, и правила, которые являются основополагающими для нашего коллективного мира и безопасности. Содержание под стражей или вынесение приговора иностранным гражданам, осуществляемые государством для оказания влияния на иностранное правительство, это новая, но все более серьезная проблема, требующая международного внимания. Это также противоречит международному праву, угрожая государственному суверенитету и дестабилизирует основанный на правилах международный порядок. Состоявшийся телефонный разговор Блинкена с Уиллоном как минимум третий за последние полтора года. До этого глава американской дипломатии разговаривал с арестованным в России Морпехом в декабре 2022 года и в августе 2023. Администрация Байдена заявляет, что Уиллан не забыт, несмотря на то, что его имя, в отличие от Эвана Гиршковича, даже не упоминается в последнее время в контексте возможного обмена на арестованных на Западе россиян. В понедельник представитель государственного департамента Мэтью Миллер подтвердил, что США, цитата, положили на стол переговоров значительные предложения для того, чтобы добиться освобождения и Гиршковича, и Уиллона. Сергей Нерубенко, Михаил Харченко, Егор Кочуров, РТВА, Нью-Йорк. Сейчас нам присоединяется Грегори Файфер, исполнительный директор Института современных мировых проблем. Здравствуйте, господин Файфер, я приветствую вас в нашем эфире. Ни Мэтью Миллер, ни глава Госдепа не раскрывают детали возможного обмена Уиллона и Гиршковича. На кого, на ваш взгляд, могут обвинять арестованных в России американцев? Возможен ли обмен Гиршковича на Красикова, о чем мы все узнали из интервью Такера Карлсона с Путиным? И кто вообще остается для Уиллона в таком случае? Здравствуйте и спасибо. Конечно, американцы не говорят насчет деталей переговоров. И вот это их политика. И непонятно именно состояние переговоров и кто там включается насчет возможных пленных. Но самое вероятное, это действительно Вадим Красиков, заключенный в Германии, который убил чеченского диссидента в 2019 году. Но это был большой скандал и остается большой скандал в Германии. И любой договор должен будет включить соглашение немецких властей, отпустить Красикова. И это, конечно, очень проблематично. Почему Пол Уиллан гораздо реже вообще фигурирует в списках кандидатов на обмен? По сравнению, скажем, с тем же Гиршковичем. А до этого Бут, например, был обменен на Грайнер. То есть Грайнер обменяли на Бут, а Уиллан как-то остался на задворках. Ну, конечно, скажем, наверное, Госдеп волнуется насчет самых видимых случаев. И Гиршкович, это вот очень очевидно, что это человек, который взяли в клен. Это корреспондент уважаемой газеты Wall Street Journal, который просто делал свою работу в России. Его арестовали и обвиняли в шпионаже. Уиллан — это более смутный случай. Это бывший, как вы знаете, морской пехотинец, бывший полицейский, который часто путешествовал в России, пытался дружиться с военными, тоже с полицейскими. Так, как говорится, есть вопросики. Кто и с кем конкретно вообще договаривается об обменах, и что учитывается прежде всего при принятии окончательного решения? Ну, в Госдепе есть специальный департамент, который занимается переговорами насчет того, что они считают пленных. Это очень серьезный департамент. Ну, чтобы заключенные включились в переговорах, Госдеп должен, как сказать, анонсировать, что их неправильно задержали. Так что, вот, Уиллан и Гершкович сказали, что Россия их неправильно задержала. На самом деле, есть другие заключенные, включая журналистку «Радио Свободы» Алсу Курмашева, у которой российское и американское гражданство, ее тоже задержали. Но Госдеп не объявил, что она неправильно задержана, и ее сторонники очень ратуют за то, что Госдеп это сделал. Непонятно, почему нет. Может быть, Госдеп пытается секретно, тайно договориться, и не хотят публично это делать, непонятно. Ну что ж, спасибо большое. Грегори Файфер был с нами, исполнительный директор Института современных мировых проблем. Спасибо, что нашли для нас время и присоединились к нашему эфиру. Ну, а мы переходим к следующей теме. Продолжение следует. Нижняя палата Конгресса США получила из Сената законопроект о помощи союзникам и партнерам. Речь об Украине, Израиле и Тайване. С какими новыми трудностями может столкнуться инициатива Белого дома в процессе утверждений, расскажет мой коллега Данил Русаков. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, объем которого свыше 95 миллиардов долларов, утвержден в Сенате. Итоговый зачет 70 за, из которых 22 – это республиканцы. Поддержал идею даже лидер фракции консерваторов Мич МакКоннелл. Воспротивившиеся оказались в уверенном меньшинстве. Таковых насчиталось лишь 29, но битва еще не окончена. По действующим правилам документ теперь отправляется в палату представителей. Демократы, заседающие там, уже призвали своих оппонентов как можно скорее начать голосование. Это Америка – вопрос неотложной национальной безопасности Америки. Это вопрос демократии, это вопрос свободы, это вопрос поддержки наших союзников. А отсутствие этого, особенно в связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины, это вопрос американских жизней, которые могут оказаться на кону, если Украина и ее храбрые военные усилия ослабнут из-за бездействия крайних республиканцев МАГа в Конгрессе США. При этом спикер Нижней палаты, республиканец Майк Джонсон, заранее заявил, он не планирует выносить документ на обсуждение. Не состоящий в рядах этого органа, но очень влиятельный в среде консерваторов Дональд Трамп и вовсе предложил оказывать помощь партнерам лишь в виде кредитов. Оппонирующие ему демократы с такой идеей категорически не согласны. Они припомнили 45-му президенту его недавнюю публичную предвыборную речь, во время которой он обрушился с критикой на блок НАТО. Если Россия, по заветам Дональда Трампа, будет делать с Украиной все, что захочет, мы знаем, что она может не остановиться на этом, если мы не одобрим этот законопроект сейчас. В конце концов, мы все равно должны его одобрить. Только в следующий раз это может быть защита союзника по НАТО. И это будут не просто американские доллары. Это могут быть жизни американских военнослужащих и гражданских лиц. Часть республиканцев от прямой критики, утвержденной в Сенате инициативы во время публичных выступлений постарались уйти. Лишь осторожно поратывали за воскрешение отклоненного ранее другого документа. Еще в октябре консерваторы намеревались проголосовать исключительно за военную помощь и Иерусалиму. Спикеру Джонсону следует сделать одно из двух. Повторно вынести отдельный законопроект о поддержке Израиля, средства в котором можно изыскать в результате сокращения финансирования агентства ООН для помощи палитинским беженцам. Можно также изъять деньги из климатических кредитов. Но мы должны принимать это в сочетании с инициативой по охране наших границ. В нынешней редакции, одобренной Сенатом документ, выглядит так. 60 миллиардов должны пойти Украине, чуть больше 14 – Израилю. И почти 5 – на поддержку региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Все эти деньги предусмотрены на укрепление местных вооруженных сил, а также на закупку необходимого для ведения боевых действий армейского оборудования. В случае с Тайванем для Соединенных Штатов – это еще и вопрос международных позиций, ведь гипотетический захват демократического и самоуправляемого острова окончательно оформит Китай как новый военно-экономический центр силы, который способен бросить вызов Вашингтону. Если США не будут на передовой защиты демократии, то я, как и многие мои коллеги, опасаюсь, что поколения моей семьи, семей с историями, похожими на мою и Вашу, заплатят за наступившие последствия. И это приводит меня в бешенство. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, пренебрегает своими обязанностями перед нашими союзниками и перед нами, нашей нацией. Нам нужно голосовать, и голосовать сейчас, чтобы помочь Украине, Израилю, Тайваню. Тем временем госпитализированный в очередной раз из-за осложнений после проведенной операции министр обороны Ллойд Остин принял участие в интерактивной встрече контактной группы. Она отвечает за помощь Киеву. Мероприятие должно было пройти в очном формате. Однако из-за проблем со здоровьем главы Пентагона планы пришлось оперативно пересмотреть. Страны этой контактной группы по прошествии двух лет по-прежнему едины и преследуют общую цель. Кремль все еще делает ставку на то, что мы все потеряем интерес к Украине, и наша поддержка будет со временем ослабевать. Но я настроен более чем решительно. И я знаю, что вы тоже. Эта контактная группа остается решительной, непоколебимой и твердой. И не ошибитесь, Соединенные Штаты Америки продолжают быть четырежды солидарны с Украиной. И Америка будет продолжать поддерживать принципиальную борьбу Украины против имперской агрессии Путина. Заявление Остина и его первое появление под телекамерами случилось как раз в тот момент, когда документ, который отвергает ультраконсервативная часть республиканцев, поступил в Нижнюю палату. Именно там должна окончательно решиться его судьба. Еще одно сообщение. Оно появилось синхронно. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, Соединенные Штаты отвергли предложение Кремля о прекращении огня в Украине. Оно, как утверждается, поступило через арабских посредников и предполагало заморозку конфликта по существующей линии фронта. Неназванный, однако, высокопоставленный американский чиновник отметил позиции официального Вашингтона. Это не участие в переговорах, в которых не задействованы представители Киева. Данил Русаков, Михаил Харченко, Эдуард Кленер, RTVI, Нью-Йорк. Сейчас нам присоединяется Мэтью Уилсон, профессор политических наук Южного методистского университета. Здравствуйте, господин Уилсон, я приветствую вас в нашем эфире. Майк Джонсон говорит, что не собирается вносить утвержденные Сенатом документы о внешнеполитических военных тратах на голосование в Палате представителей. Неужели в этой ситуации достаточно только его воли? Существуют ли вообще какие-то законодательные правила, которые регламентируют этот процесс? У Майка Джонсона есть большое количество влияния в партии, и, как правило, партия, которая занимает большинство в Палате представителей, полагается на решение своего предводителя. Есть, конечно, способы обойти эту ситуацию. Определенную петицию можно подписать, и при достижении достаточного количества голосов можно будет внести данный законопроект на рассмотрение. Но для этого нужно будет, чтобы пять человек из республиканцев согласились подписать эту петицию. И на самом деле шансы на это весьма и весьма высокие сейчас, поскольку среди республиканцев есть политики, которые готовы присоединиться к демократам, и они подпишут ту самую петицию. Республиканцы в Верхней Палате в итоге проголосовали за. Каков ваш прогноз на то, как могут повести себя их коллеги в Нижней Палате, и почему там с консерваторами договориться гораздо сложнее? В Сенате есть стратегическая другая ситуация. Демократы контролируют Верхнюю Палату и могут решать, пойдет ли законопроект на рассмотрение или нет. Естественно, они это сделали, и глупартийное решение было принято поддержать данный проект. Теоретически, мне кажется, собрать больше 300 голосов в Нижней Палате тоже не составит труда. Вопрос лишь в том, чья партия, а вернее руководитель какой партии контролирует процесс подачи законопроектов на рассмотрение в Нижней Палате Конгресса. И тут мы уже с вами обсудили. А как вы прокомментируете инициативу Трампа оказывать помощь партнерам исключительно в виде кредитов? Это нереалистичный сценарий. Большое количество стран нуждаются в военной помощи, поскольку у них нет других выходов. Они не могут расплачиваться в реалистичной какой-то схеме, в реалистичном временном промежутке. Военные расходы стоят огромное количество денег. Давайте посмотрим на Украину. Несмотря на то, как закончится нынешняя война, экономика будет фактически разрушена до основания. И просто взять и расплатиться долги в миллиарды долларов в какие-то реалистичные короткие сроки будет невозможно. Военная помощь предоставляется как подарок, которая защищает свои собственные геополитические интересы. И не знаю, как Трамп собирается забирать обратно эти деньги. Демократы часто говорят о рисках, которые могут наступить в случае, если этот законопроект не станет законом. А как скоро те самые колеблющиеся, далеко идущие последствия могут наступить? И в чем они, на ваш взгляд, проявятся, прежде всего, если можно коротко? Непосредственные последствия будут очевидны в Украине, поскольку Украина сейчас столкнулась с самой сложной ситуацией. Украине необходима помощь материальная и военная, как коммуниции, так и новой техники, для того, чтобы как минимум продолжать поддерживать свои оборонительные линии в войне с Россией. Таким образом, если эта помощь не будет предоставлена, украинские военные позиции могут значительно ухудшиться. В долгосрочной перспективе США, если не отправят данную помощь, это даст сигнал авторитарным странам в мире, таким как Китай, Иран, Россия, что если они нападут на своих соседей, то США просто сложат лапки и будут на это смотреть через океан. И это, естественно, снизит возможность излучать влияние по всему миру. Да, это не будет иметь эффектов 2-3-5 лет, но 10-20 лет влияние США вполне может снизиться. Ну что ж, спасибо большое. Мэти Уилсон, профессор политических наук Южного методистского университета, был с нами. Спасибо, что нашли для нас время и присоединились к нашему эфиру. Ну а я напомню, что у редакции РТВА Нью-Йорк есть собственный новостной портал. Сейчас вы видите его на своих экранах. Там можно найти всю свежую информацию о событиях в США и мире. Лента rtvia.us обновляется круглосуточно. Мы следим за самым актуальным и важным в политике, экономике, культуре и международных отношениях. Существует серьезная угроза национальной безопасности. Об этом заявил председатель комитета по разведке Майк Тернер. Он республиканец от штата Огайо. В заявлении не содержалось никаких дополнительных подробностей, включая сам характер угрозы. В среду днем некоторые члены палаты представителей начали собираться в специально охраняемом помещении Конгресса. Оно расположено в подвале Капитолия. Именно там законодателям будет оглашена некая чувствительная секретная информация. Рассекретить последнюю так, чтобы она стала достоянием гласности. И как можно скорее Тернер также призвал Белый дом. И вот как прокомментировал происходящее событие советник действующей администрации по нацбезопасности Джейк Салливан. Незадолго до вашего выступления конгрессмен Майк Тернер выступил с заявлением, в котором говорится, что президент Байден должен рассекретить разведданные, связанные с, цитата, «серьезной угрозой национальной безопасности». Что вы можете сказать об этой угрозе и о том, что администрация планирует сделать? Во-первых, в начале этой недели я обратился к группе восьми с предложением провести личный брифинг для группы восьми. И, по сути, мы запланировали брифинг для четырех членов Палаты представителей на завтра. При этом Салливан отказался предоставить дополнительные подробности о брифинге, однако дал понять, что именно он был инициатором запланированной встречи. На вопрос, должна ли общественность быть обеспокоена этой угрозой, советник по нацбезопасности заявил, что однозначного ответа нет. Он также добавил, что в мире существует целый ряд угроз и вызовов, с которыми приходится сталкиваться каждый день. И эти вызовы могут быть связаны как с терроризмом, так и с деятельностью некоторых зарубежных государственных структур. И со всем этим, как подытожил Салливан, необходимо бороться. Сейчас нам присоединяется Ричард Вайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института. Здравствуйте, господин Вайтс, я приветствую вас в нашем эфире. Есть ли у вас хотя бы предположения, о чем именно может пойти речь? Салливан прав в том смысле, что когда мы представляем себе риск национальной безопасности США, он будет исходить из типичных подозреваемых Северной Кореи, Иран, Китая, Россия. И, в принципе, подозрения тоже классические. Международный терроризм, ядерное оружие, доходит к глобальному потеплению. Согласно новостным порталам, специфическая угроза, о которой говорил господин Тернер, это новый тип российского космического вооружения, который может отправить ядерное оружие в космос, чтобы уничтожить американские спутники. То есть речь идет о гиперзвуковых ракетах, насколько я понимаю, российских, правильно? Слушай, это недостаточно важная история в данном случае. Об наличии сверзвуковых ракет российской стороны мы знаем уже давно. Плюс Китай тестирует подобного рода вооружение. Да, это классическая гиперзвуковая ракета, но отличие в том, что она не просто взлетает и возвращается обратно на Землю, но либо попадает на орбиту полностью, либо временно. То есть теоретически эту ракету можно запустить на орбиту, и она может там находиться долгое время, и затем поразить цель либо на орбите, либо ближе к поверхности Земли. Проблема здесь в том, в частности, когда мы говорим о Китае, это в том, что предупреждения на самом деле в данном случае будет очень мало. Есть лишь несколько минут, чтобы защитить себя, если ракета падает с неба, в отличие от запуска с Земли в России или Китае, на которую можно отреагировать в течение 20-30 минут. Еще один вопрос, если можно коротко. Во-первых, насколько вероятно, что эта информация будет все-таки рассекречена и станет достоянием общественности? И какие последствия для США и союзников, если информация об угрозе станет известна публично? Что ж, опять же, зависит от того, о какой угрозе мы рассуждаем. Теоретически, департамент может решиться сделать данную информацию публичной. Можно привести пример к войне в Украине. Об атаке российской стороны США предупреждали заранее. Но может быть и ситуация, как и в прошлом году также, когда господин из вооруженных сил США просто слил секретные данные в Дискорд. Это была громкая история. Да, я помню. Спасибо большое. Ричард Вайтс был с нами, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института. Мы, конечно, будем внимательно следить за развитием этой истории. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Напомню, что еще больше новостей можно узнать на нашем сайте. Новые снежные заносы в США в четверг и в пятницу. Буря, которая принесла до 40 сантиметров снега в северо-восточные штаты, еще не закончилась, утверждают метеорологи. Непорочное зачатие в океанариуме Северной Каролины. Самка ската забеременела без участия самца. В Голливуд через Барби Лэнд. Телеканал ABC, который будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», представил промо-ролик к шоу. После снежной бури накануне на всем Семеро-Востоке США погода успокоилась, и День Святого Валентина стал солнечным для штата Нью-Йорк. А вот в регионе Новой Англии жителей сносит с ног сильный ветер. Более того, синоптики обещают новую метель и прогнозируют на западном побережье наводнение. Подробнее о погодных катаклизмах Диана Лесничья. Оказывается, это было еще не все. Мощный снегопад, засыпавший центральный парк Нью-Йорка, половину Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс, вернется к концу недели. Главным образом регион Новая Англия, а значит Нью-Йорк не затронет. Меж тем власти и жители пострадавших штатов продолжают оправляться от последствий вчерашнего разгулу стихии. И справляются с проблемами, как могут. Во вторник без света только в Пенсильвании оставалось почти 150 тысяч жителей. Многие рассказали, что стали класть еду в снег, чтобы она не испортилась. У нас нет генератора, ничего подобного. Поэтому мы просто следим, чтобы еда и вода не замерзли. Кстати, именно там, в Пенсильвании, по данным Национальной метеослужбы, в некоторых районах выпало 38 сантиметров снега. Из-за урагана Минтрансштата временно снизил ограничение скорости на хайвеях до 72 километров в час. Снега у нас выпало намного больше, чем мы ожидали. И дети счастливы, потому что сегодня они не в школе. А может и завтра тоже не пойдут, если снегопад продолжится. Снегоуборочная техника выехала на дороге в районе трех часов ночи. Так что, когда мы проснулись, они выглядели не так-то уж и плохо. Хотя парковки и пешеходные дорожки в большинстве своем были завалены. Нам еще долго разгребать, но мы не унываем. Вот развлекаемся как можем. Энергокомпании в Пенсильвании заявили, что готовы отреагировать на возможное отключение электричества, которое могут возникнуть из-за падения деревьев и ветвей на линии высоковольтных проводов. Дерево, которое вы видите позади меня, это груша, упало сегодня утром около шести часов. Вчера вечером и ночью его завалило мокрым и тяжелым снегом. А на стволе не одно тупло дятла. Их несколько, и снег, конечно, только усугубил ситуацию. Дерево упало на дорогу, и в том числе на мою лужайку. Кроме отключения электричества, прошедшая во вторник буря привела к гибели одного человека, а также закрытию школ сотням отмененных рейсов и дорожно-транспортных происшествий. Только в Нью-Джерси их было 250. Несмотря на завершившуюся метель, сегодня жители Новой Англии перемещаются перебежками. Порывы ледяного ветра там достигают 17 метров в секунду. Жители прибрежных городов сидят в машинах и просто наблюдают. Просто из-за наводнений и всего остального, о чем мы слышали, мы пришли посмотреть на это и увидеть, насколько все плохо на самом деле. И никогда раньше такого не видел. Ни черта подобного. В некоторых регионах пытаются справиться с наводнением. Выходные там распространились и на среду. Мне очень нравится сегодняшняя погода. Я даже рада, что наш босс дал нам выходной, чтобы мы могли поехать к океану и увидеть это своими глазами. Но я вижу, что ветер становится сильнее. Нам сейчас чаще, чем раньше, стали отключать электричество. Там же, в Новой Англии, некоторые жители перешли с автомобилей на лыжи. Сейчас, по словам местных, это самый удобный способ передвижения. Ну, на работе у нас сегодня выходной. Я работаю в сфере недвижимости. Никто не хочет смотреть дома в такую погоду. Так что я на лыжах просто еду пообедать с друзьями. По прогнозам, быстро движущаяся непогода, которая, как ожидается, опустится на регион к вечеру четверга-началу пятницы, принесет новые метели в Род-Айленд и юго-восточный Массачусетс. Несладко придется и на западном побережье. Спутниковые снимки показали, что в Тихом океане формируется сразу несколько штормовых систем. А это значит, что с сегодняшнего дня и до следующей недели Калифорнию и не только ждут проливные дожди, наводнения и обильные снегопады в горах. Диана Леснича, Михаил Харченко, Александр Ковалев, Артевиай, Нью-Йорк. Сейчас нам присоединяется Джуда Коэн, директор по сезонному прогнозированию Центра исследования атмосферы и окружающей среды. Здравствуйте, господин Коэн, я приветствую вас в нашем эфире. Насколько серьезной можно назвать ту снежную бурю, которая произошла в ночь на вторник, и насколько типична она для этого времени? Если смотреть по историческим масштабам, обычный снегопад. Но за последние два года мы так отвыкли от снега, что это действительно можно считать чрезвычайным каким-то происшествием. В Нью-Йорке, как вы знаете, 700 дней не было снега вообще, до прошлого снега, который выпал месяц назад. Но, опять же, это лишь показатель того, насколько мы отвыкли от снега. Сложности с этим снегопадом заключались в том, что снег был очень и очень мокрый. Как вы знаете, мокрый снег тяжелый, и поэтому были проблемы с обрушением кровли, с линиями высоковольтных проводов, но в целом ничего необычного для города Нью-Йорк. Прогнозируется сейчас новая непогода, но теперь уже только для Новой Англии. Насколько серьезным будет этот удар стихии там? Что ж, несколько штормов сейчас приближаются к региону Новой Англии, и приближаются они со стороны Канады. В Канаде влаги не так много, поэтому, скорее всего, выпадет меньше снега, чем во вторник, то есть вчера. Хорошо будет горнолыжным курортом, слава богу, люди смогут покататься на лыжах, в последние годы с этим большие проблемы. Но, еще раз, из Канады идет данный фронт, и поэтому снега будет не очень много. Что касается западного побережья, будут ли это такие же сильные наводнения, как в прошлый раз? Знаете, я, опять же, предсказываю подгоду, а не геологические изменения почв. Проблема здесь, скорее, в том, что растет уровень воды, и, как вы понимаете, океан, он более-менее один и тот же из востока и запада, так что не поздоровится и Майами, и Нью-Йорку, и Лос-Анджелесу. Теоретически, в долгосрочной перспективе, самая большая проблема – это действительно рост уровня моря. Насколько глубоко может погрузиться береговая линия, это, скорее всего, измеряется дюймами, нежели чем футами. Но если дойдет до фута, то не поздоровится никому. Опять же, все зависит от того, насколько быстро тает лед, но в этом случае мы, опять же, удаляемся от зоны моей экспертизы. Но да, если вы живете на море, наверное, стоит задуматься о зимнем домике где-нибудь в горах. Ну что ж, спасибо большое. Джуда Коин был с нами, директор по сезонному прогнозированию Центра исследования атмосферы и окружающей среды. Спасибо, что нашли для нас время и присоединились к нашему эфиру. Мы переходим к следующей теме. Самка ската, которая много лет прожила в океанариуме в Северной Каролине без самца-компаньона, забеременела. Рыбу назвали шарлотой и ожидается, что она родит в ближайшие две недели. Как сообщают сотрудники Центра морской природы, они заметили припухлость на брюхе шарлотты и сделали скоту УЗИ. Команда была шокирована, узнав, что животное находится в положении. Мы считаем, что беременность шарлотты наступила путем так называемого портеногенеза. Происходит это так. У самки появляются яйца, а затем в яйце развиваются эмбрионы. Яйца находятся в животе матери, где они растут, пока не вылупятся, оставаясь внутри самки. И вот наша девушка говорит, эй, с днем Святого Валентина. Есть и другая версия случившегося шарлота. Содержалась в аквариуме с самцами белопятнистой кошачьей акулы. В прошлом году работники океанариума замечали на шарлотте следы укусов. Во время спаривания самцы акул, в том числе и кошачьи акулы, часто кусают самок, чтобы занять позицию. По словам экспертов, гибридные виды возможны, однако чаще всего они встречаются между двумя генетически сходными видами. При этом акулы и скаты имеют не так много общего. Сейчас к нам присоединяется Ноа Бресман, профессор кафедры физиологии и факультета биологии университета Солсбери. Здравствуйте, господин Бресман. Я приветствую вас в нашем эфире. Можете ли вы объяснить явление портогенеза и как часто вообще оно встречается у морских видов, например, таких как скаты? Партогенеза переводится с греческого как детственное созидание. То есть фактически организм создает потомство без партнера. Происходит подобное в некоторых морских видах, действительно, например, в кораллах. Но это первый раз, когда был зарегистрирован портогенез в стингрее, то есть в скате. А каковы основные механизмы и условия, необходимые для возникновения портогенеза у морских скатов и морских животных? И могут ли эти условия сформироваться в океанариуме? Три главных больших механизма портогенеза существуют. Первый обычно происходит в кораллах и некоторых растениях, когда коралл растит фактически маленькие копии себя на своих ветках, которые затем отламываются и становятся отдельным организмом. Скаты не могут вырастить, мини-скаты, которые потом отвалятся. Так что здесь мы отходим от этой схемы. Теоретически можно оплодотворить яйцеклетки технически без мужчины. И подобное происходит в некоторых морских видах. Третье. есть такие же существа, как скаты, а у скатов есть как мужские, так и женские половые органы. Это такие андрогены. Таким образом происходит миосис. Миосис — это когда берется клетка и затем создается копия в виде спермы, например, яйцеклетки. И таким образом одна клетка создает фактически две копии одного и того же организма. Это снижает генетическое разнообразие, но теоретически это возможно. Представьте себе, есть мужчина и женщина-скат, они встречаются и создается четыре комбинации генов. Здесь, например, происходят лишь две копии генов. То есть на самом деле это не совсем хорошо. Но достаточное количество хромосомов — хромосомы — это необходимые условия для создания потомства. Так что с хромосомами всё в порядке. У АКУ подобное происходит. Единственный способ это воспроизвести в изоляции — это, опять же, изолировать рыбу от других мужчин и подождать лет 10-15. Таким образом, вы будете на 100% знать, создаётся ли новое потомство через сексуальные контакты или через партеногенез. Если рядом мужчины, то, как бы, наверное, происходит естественным путём всё. Ну что ж, спасибо большое. Но Брессман был с нами, профессор кафедры физиологии факультета биологии университета Солсбери. Спасибо за участие в нашем эфире и что нашли для нас время. Я напомню, что у редакции РТВА есть собственный новостной портал РТВА Нью-Йорк, я имею в виду. Сейчас вы видите его на своих экранах. Там можно найти всю свежую информацию о событиях в США и мире. Лента РТВА обновляется круглосуточно. Мы следим за самым актуальным и важным в политике, экономике, культуре и международных отношениях. Телеканал ABC, который будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», представил промо-ролик к шоу. Он в стиле фильма «Барби». В съёмках приняли участие актёры, сыгравшие в этой картине. К ведущему церемонии «Оскар» Джиму Киммелу присоединились Райан Гослинг, Кейт Маккиннон, Америка Феррера и Хелен Миррен. Киммел, как и героиня Марго Робби, приходит в дом странной Барби, чтобы выяснить, как ему добраться до Голливуда. Она разворачивает перед ведущим карту, на которой название всех лент, претендующих в этом году на награду в номинации «Лучший фильм». Вот как попасть в страну «Оскара». Это, в общем-то, прямой путь через зону интересов. Проходишь прошлые жизни над анатомией падения и падаешь прямо в сам Карнеги-холл. Хорошо, но как я окажусь в Карнеги-холл? А ты репетируй, Джимми. Их путешествие проходит через фильм «Бедные несчастные», «Маэстро», «Убийцы цветочной луны» и «Опенгеймер». Тогда они оказываются в холле церемонии вручения премии «Оскар». И появляется Америка Феррера, номинированная в категории «Лучшая женская роль второго плана». Феррера пересказывает свой знаменитый монолог из «Барби», изменив феминистский контекст на то, что сложно быть ведущим церемонии «Оскар». Ты в центре внимания, но никому нет до тебя дела. Ты не должен быть заносчивым, но и не можешь показывать страх. Никто не говорит спасибо, но у всех есть что покритиковать онлайн. Если все проходит хорошо, то никто и слова не скажет, а если плохо, это твоя вина. Из того, что ты говоришь, я понял, что вести «Оскар» еще сложнее, чем быть женщиной. После объявления номинантов «Оскара» многих возмутило то, что Гервин не включили в категорию лучшего режиссера. Также Марго Робин не номинировали как лучшую актрису. Церемония награждения 96-й премии «Оскар» состоится в ночь на 11 марта. Она традиционно пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Сейчас к нам присоединяется Миган Маклаклан, телевизионный редактор «Эвордс Дейли». Здравствуйте, госпожа Маклаклан. Я приветствую вас в нашем эфире. Какие тенденции в организации проведения кинопремий, таких как «Оскар», можно выделить на основе вот этого промо-ролика? Один из трендов это то, что мы видим взаимосвязь между разными фильмами. Например, мне понравилось, когда Кит Маккин напомянула странную Барби, а оказалось, что она из другого фильма. Так что здесь такие кроссоверы между разными фильмами, это прикольно, мне кажется. А вот то, что на премию «Оскар» не выдвинули все-таки режиссера Барби Гретту Гервина и актрису Марго Робин, вот это вызвало какую-то общественную резонанс? И почему их имена, почему их имен нет среди номинантов, на ваш взгляд? Знаете, одна из причин это то, что лучшая актриса года это одна из самых загруженных номинаций, так что всем не угодишь, как говорится. Что касается режиссера, Американская киноакадемия проявляет тенденцию к, знаете, игнорированию комедии, а Барби это точно комедия. В Американской киноакадемии в основном награждает драмы и далее. Можно про сексизм порассуждать, но, тем не менее, другие женщины-режиссеры были номинированы, но как бы всегда кто-то станет недоволен. но, наверное, все потому, что это комедия. Ну, а каковы ваши вообще прогнозы по самой урожайной картине и что бы вы рекомендовали посмотреть в обязательном порядке? Всем рекомендую Оппенгаймера посмотреть. Думаю, что он выиграет почти все награды. также фильм Холдоверс я тоже вам рекомендую. Там могут выиграть и главную женскую, и главную мужскую роль актеры. Так что, пожалуйста, посмотрите его тоже. Какие вызовы и возможности стоят перед организаторами кинопремии в эпоху социальных сетей, виртуальных платформ, вот где каждый аспект церемонии подвергается мгновенной оценке и критике? Да, знаете, жаль Джимми Киммела, поскольку у него очень-очень сложная задача. Невероятно сложно, опять же, всем угодить. В 90-е годы, когда у нас были ведущие Оскар, они были как бы спрятаны от непосредственно моментальной реакции общественности, а сейчас все в Твиттере начинают перетирать практически во время выступления и, конечно же, такое внимание нравится не всем. Да и вообще, опять же, как я уже говорил, всем не угодишь. Надо и пошутить хорошо, и подколоть, и не перебрать, так что, понимаете, сложно. Да, как сказала Феррера в том же самом ролике, что ввести премию Оскар сложнее, чем быть женщиной. Ну что ж, спасибо большое. Миган МакЛаклан была с нами, телевизионный редактор Awards Daily. Спасибо за участие в нашем эфире, за то, что нашли для нас время. На этом американский сквозной эфир подошел к концу. Спасибо, что провели этот час с нами. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok